Вчера донор Трамп провел третье ралли за неделю. Это был редкий случай, когда президент выступал в штате, который не поддержал его на президентских выборах. Но этот факт только разодорил его красноречие. Несмотря на то, что главная цель ралли была поддержка республиканского кандидата в Конгресс Джима Хейдждорна, Трамп в своей речи в основном говорил о достижениях своей администрации, снижении налогов, безопасности границ, растущей экономики, традиционно досталось демократам, в том числе местным, и Эллу Франкину, покинувшему свой пост в Сенате на фоне истории с обвинениями в домогательствах. И его сменщица. Этот парень был глуп, он сломался, он был как мокрая тряпка. Не хочу называть его имя, имя Элла Франкина. Он ушел очень быстро. Его заметила та, о ком в общем никто не слышал. Ее зовут Тина Смит. Честно говоря, я ее не знаю, и мне нужно, чтобы принадлежащий ей голос в Сенате был моим. Среди ярких моментов выступления Трампа, заявление, что он смог бы дать отпор Путину в боксерском поединке, ответ на признание в любви женщины из толпы. Трамп сказал, я вас тоже люблю, но вы не в моем вкусе. А также заявление, что он за две минуты разрулил проблемы с нелюбимой им национальной футбольной лигой и канадскими рекламодателями. Не хочу вдаваться в детали, но это была большая проблема для НФЛ, тянущаяся годами. Во время переговоров с Канадой я сказал, что нужно ее решить. И заняло это у меня две минуты. И теперь НФЛ рада, что это сработало. Наша страна получит на десятки миллионов долларов больше. Часть этих денег пойдет игрокам, но они все равно меня ненавидят. Вы можете в это поверить. Трамп также сказал, что демократы пытаются сломать жизнь его кандидату на пост в Верховном суде Брэду Кавана. На это местный кандидат Хэтчдорн ответил, что Миннесоте нравится Кавана и что демократы нарушают все принципы справедливости. Напомним, демократы не проигрывали в Миннесоте с 1972 года. Не до смеху Трампу явно будет в родном для него Нью-Йорке. Там все сильнее становится желание местных властей разобраться в возможных налоговых махинациях Трампа в 90-х с состоянием его родителей, что помогло ему сэкономить для себя сотни миллионов долларов. После разоблачительной статьи New York Times мэр Деблазио заявил, что дал распоряжение изучить представленную изданием информацию. Вчера его заместитель Дин Фулейхан заявил о начале расследования. Первым делом будут изучены заявления издания, что в документах о передаче активов в траст для управления Дональдом Трампом указывалась заниженная стоимость недвижимости, что позволило заплатить меньший налог. Параллельно генпрокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд попросила судью штата отклонить прошение благотворительного фонда Трампа о снятии обвинений в финансовых махинациях. В своем письме в августе фонд обвинял власти в выдвижении политически мотивированных обвинений. Вчерашний ответ Андервуд вновь перечислил все факты, которые поддерживают обвинения в незаконном использовании средств благотворительной организации. Улики говорят, что фонд Трампа был прикрытием и выполнял функции чековой книжки. С ее помощью организация Трампа использовала деньги других людей для платежей в пользу других благотворительных организаций и политических комитетов. В нескольких случаях платежи производились для личной ВГД господина Трампа или его бизнеса. Новая деталь появилась и в российском деле. Fox News сообщает, что еще до начала расследования в 2016 году адвокат Демократической партии штаба Клинтон Майкл Сусман встречался с ФБР, чтобы передать информацию о работе российских хакеров и документы, которые потом якобы помогли открыть дело. Об этом телеканалу рассказали источники, близкие к расследованию, проводимому Конгрессом. Отметим, что Сусман работает на фирму, которая имеет отношение к созданию так называемого «досье стила». Именно этот неподтвержденный компромат на нынешнего хозяина Белого дома, по мнению республиканцев, был главным аргументом ФБР для начала слежки за штабом Трампа. Что дает республиканцам и президенту повод окрестить расследование политизированным. Демократы именю со своей стороны заявляют, что при получении разрешения суда на слежку было множество свидетельств о подозрительных контактах членов штаба Трампа с российскими представителями.